Всем привет, мои солнышки! У нас сегодня, наконец-таки, новая распаковочка карт и альбомов. На самом деле, я не думала, что я буду снимать ещё одну огромную распаковку, потому что в этой распаковке будет куча всего. И начнём мы с этого стафа, который мне пришёл. Ну и перед тем, как мы начнём распаковывать коробочку и письмо, я вам покажу отрывочек, что я уже распаковала до этого. Я хотела подождать немножечко, но я хочу распаковать всё-таки вот эту посылку, потому что пришла она, ну, как видите, не очень в хорошем состоянии. Особенно вот тут она вся убита. Я просто боюсь, что там всё уже плохо. Я надеюсь, что там всё хорошо, ничего не помялось, карты тоже в нормальном состоянии. Но давайте сначала посмотрим кусочек, а потом вернёмся к этой распаковке. Пришли мне тут посылочки Сазона, и здесь у меня карта, а это у меня кардхолдер. Опять-таки, давайте с него начнём, наверное. Ещё уезжала такая карточка с котиком милая. И вот такой вот кардхолдер. Стоил он не так дорого. Я его увидела в Пинтересте, как бы, и решила посмотреть, продаётся ли он на маркетплейсах. Ну и нашла на Озоне. В принципе, его тоже можно найти на Ванбрисе. В общем-то, вот такой вот. Долго разрывалась между розовым и голубым. И решила всё-таки заказать розовый. Понятно почему. Ещё вот такое вот сердечко шло. И сейчас мы его тоже прикрепим на цепочку. И вот так вот это выглядит. Ну, мы туда ещё поместим карточку и посмотрим, как это всё смотрится. Теперь давайте распакуем саму карточку. Я думаю, что по заднику уже видно, что это за группа. Аэлит. И мне в подарочек дали ещё резиночку для волос. Я, кстати, очень люблю такие резиночки. У меня у самой их очень много. Они, на самом деле, очень удобные. Поэтому я часто такими пользуюсь. Поэтому спасибо магазинчику. Ну и кто же у меня здесь прячется? А, вот такая вот красавица Ванхи. Я очень люблю её. Это мой Биас. Карта, кстати, немножко другого материала. Но это не отмечает того факта, что она здесь безумно красивая. Если вы будете спрашивать, кто у меня Биас, у меня Биас Ванхи. Вот. Это из Super Realme альбома дебютного. Кстати, в этом видео тоже распакуем. Это из Reverse версии. Да, я заказала сразу две карты Ванхи. Мне очень нравятся её карты. И я побоялась, что в Reverse версии она мне не попадётся. Но даже если она попадётся, ну, либо оставлю себе, либо просто я её продам. Так что, да, вот такая вот карточка. Теперь давайте испытаем кардхолдер. Давайте попробуем сначала с протектором поместить карту. Я думаю, что можно. Потому что без протектора как-то я не особо горю желанием. Это девочки. Вау, вот, всё отлично. И я специально даже оставила так, чтобы было легче вынуть. Давайте теперь попробуем Ваню туда поместить. Вот такая вот карта Ваню. Давайте попробуем её поместить. И я, наверное, ещё это сделаю вот так. Поменяю протекторы. Да, идеально подошло. Я именно для этой карты заказывала данный кардхолдер. Очень мне нравится, как это всё выглядит. Безумно за мной классно. Я надеюсь, что вы уже досмотрели. Поэтому давайте начнём с этой коробочки. Я даже без понятия, как её открывать. Она пришла мне, кстати, с Азоном. Так. Всё отлично. Мне ещё положили вот такую карточку с Ванхи. Какая милая. Да, я думаю, что вы видите, что это альбомчик. Айлит. Супер Реуми. Виверс-версия. В этой распаковочке мы с вами распакуем не только Виверс-версию, и ещё обычную альбомную. Да. Просто жду, когда она ко мне придёт. Давайте сначала распакуем. Вот это вот. Прелесть. У меня уже есть карта Ванхи. И также и здесь тоже карта Ванхи. Ладно. Не будем о грустном. Я надеюсь, что у меня попадётся другие мемберы. Чтобы было не так печально. А это у нас альбомчик состоит полностью из карточек. У нас есть две рандомки и есть пять карточек. То есть всей группы. Здесь у нас QR-код с альбомом. И это ещё также общая карточка. Вот такая вот милая. Мне очень нравятся здесь девочки. Сейчас хочется проверить свои знания, потому что я и немножечко их путаю. Это вроде Ироха, Ванхи, Юна, Мока и Минджу. Да, всё отлично. Я всех знаю. Просто то, что они немножечко похожи между собой. Я когда их увидела, я не могла долго их запомнить. Не знаю, просто потому что у них одинаковые цвета волос. Короче, ладно. Не будем о грустном. Здесь также идёт ещё вот такая вот штучка. Так, ну давайте смотреть карточки. Начнём с вот этих вот. Здесь все пять участниц, как я уже сказала. Первый у нас Ироха. Я надеюсь, что я правильно произнесла все имена. Надеюсь, что это Ироха. Так, Ванхи. Она моя биасочка. Я её очень люблю. Так, как бы, чтобы всё было видно. Так, Мока. Вот Мока, кстати, у меня вторая биаска, потому что она мне очень нравится. Так, ну вот так вот сделаем. Так, дальше у нас идёт Минду. Я надеюсь, я правильно произношу. Извиняйтесь, если неправильно. И Юна. Вот у Юны очень мне нравится образ. Особенно вот этот табадок. Такая милая. Так, отлично. У нас есть все пять участниц. И карточки рандомные. Кстати, мне очень нравится, что они отличаются качеством. Какой он хайпан, кстати. Ну потому что всё-таки это Билифт. Они из одной компании. Ладно, не буду. О, это Мока. Да, это Мока. Я её узнала. Спасибо. Неповторка. Уже что-то радует. Так, и вторая. Хоть бы неповторка. Да, это неповторка. Это Минджу, по-моему, да? Это Минджу? Извиняюсь, если я их как-то, возможно, путаю. По-моему, это Минджу. Так, отлично. У меня есть вот такие вот прекрасные девочки. И тут ещё как бы плюс общая карточка. Получается, у нас в альбоме идёт восемь карт. Но если у неё джинсы в одной коробочке по десять карт, то это, в принципе, тоже ничем не хуже. Мне, в принципе, тоже нравится. Ладно, давайте распакуем карту Ван Хи. Блин, я очень рада, что нету повторок. И это очень-очень круто. Давайте распакуем карту Ван Хи. У меня их как раз две. Всё отлично. Давайте её тогда распакуем быстренько. Вот тут у меня подарочки всякие. Сейчас мы их тоже посмотрим. Ой, тут наклеечки. Прикольно. Так, и что у нас ещё тут? Вот этот стикер, он очень жёстко приклеен к пакетику. Ладно. Пакетик красивый, а вот... Теперь он в рабстве с этим стикером. Ладно. Так, здесь у нас разные-разные наклеечки. Не буду вам всё, наверное, дословно показывать. В общем-то, вот такие вот прикольные наклеечки положили в подарок. Всё падает. Вот такая вот штучка даже с собочком. Так, ладно. И карта, которую я очень-очень хотела. Одна из моих любимых, наверное. Хотя немного карты любимых Ван Хи. Вот она. Да, это Ван Хи. Обожаю её. Вот, честное слово. Мне она очень нравится. Я на неё залипала очень давно. Я, конечно, не очень надеюсь на Ван Хи, потому что... Мэй Диасы меня не так сильно любят баловать. Поэтому я даже не знаю. Вот такая вот карта Ван Хи. Просто безупречно. Не знаю, чем-то она мне здесь понравилась. Короче, я очень рада. И вот ещё у меня вторая Ван Хи. И третья. И получается сет Вивёрса я собрала. Вот так вот как-то получается. Купила один альбом iLit, а тут уже куча карт. И да, и у нас как бы ещё один альбомчик едет. Поэтому, да, в этой распаковочке мы тоже посмотрим, кто мне выпадет. Не знаю, почему мне было очень тяжело их выучить. Хотя те вот группы, которые мне безумно нравятся. Особенно мне понравился Магнетик и другие песни. Я вообще знаю о iLit с преддебюта. Я, конечно, не смотрела их шоу, но я видела их тизеры. Когда увидела потом клип, мне сначала Магнетика вообще не зашла. А потом уже как-то постепенно она даже стала очень сильно вирусной. Мне кажется, только ленивый не делал вот это вот. Поэтому что уж тут говорить. Я даже танец их выучила очень-очень быстро. Да, давайте тогда переходить к следующей распаковке. Мы с вами продолжаем распаковывать. Посылочка мне пришла. И письма. Давайте начнем с посылочки, потому что у меня там альбомчик. Приехал альбомчик iLit, поэтому давайте его распакуем. Очень много всего. Я вижу уже подарочки. И это еще не вся пупырка. Слишком много идем. Но это же хорошо. Я заказала себе Realme версию. Мне она понравилась по цветовой гамме. Как-то не знаю, очень нравятся здесь рисуночки всякие. Мне очень нравятся вот эти наушнички. В общем-то да, вот такая вот коробочка. И здесь у меня всякие подарочки. Такая карточка и всякие наушные наклеечки. Ой, даже пакетик. Даже пакетик такой прикольный. Давайте распаковывать, смотреть, что там внутри. Я распаковки видела. Уже хочется просто посмотреть на свою версию, естественно. Я вообще не думала покупать именно фотобучную, обычную стандартную версию. Но все как-то очень быстро поменялось. Я после версии купила сразу же вот эту. Я, кстати, не знаю, где там все у нас лежит. Поэтому, наверное, я сделаю это вот так. Так, и вот так вот выглядит внутри альбома. Так, что тут у нас? Всякая мелочевка вот сюда. Так, карты. Я не помню, они вообще внутри фотобука или нет? Наверное, нет. Они, наверное, не внутри фотобука. Ладно, давайте посмотрим. Фотобук. Я о девочках немножечко рассказала уже, как я с ними познакомилась. Именно в том плане, что я не смотрела шоу. Единственное, я знаю, что вот в Анхе она стажировалась два месяца вроде. Это очень быстрый период для айдола, если честно. И многим это не очень понравилось, насколько я знаю. Но мне зацепили все, в принципе, песни. Сначала магнетик. Я ее не поняла, опять же таки. Вот эта фотка рейгольная. Но потом что-то я ее еще раз переслушала, и все. И в моей голове крутилась только эта песня. Ну, такой заедающий мотив. Мне, в принципе, даже очень сильно понравилось. И даже, кстати, не надоело эта песня. Вот. И карты достаточно здесь простенькие. Но от этого они менее прикольные. Вот чисто мне захотелось все-таки купить этот альбомчик. Где у меня спрашивали, буду я, собираюсь покупать его. Я сказала, что собираюсь. И вот долго я решала, какую бы мне версию купить. Я купила Realme, хотя голубенькая версия мне тоже понравилась. Я думаю, мы так с вами быстренько пролистнем этот фотобук. Я уже видела на него распаковки. Мне просто интересно, какие карточки у меня попадутся. Какие там полы. Вот. Ну, фотографии, правда, прикольные. Мне нравится такой концепт. Хотя сейчас на девочек льется тонну хейта. И я даже не буду объяснять, почему. Я думаю, что многие это прекрасно знают. Когда я их увидела, я сначала подумала, что они младшие сестренки New Jeans. Я думаю, вы знаете, какой сейчас скандал в кей-попе. Насчет New Jeans, Elite и так далее. Поэтому я даже как-то не хочу затрагивать эту тему. Просто так сказала. Но я честно скажу, мне сначала показалось очень похож концепт на New Jeans. Именно в том плане одинаковый цвет волос. Милый концепт. Ну, то есть таких девочек. Еще школьниц. Ну, что-то такое, да. Я сначала подумала, что им вообще по 13 лет. Ну, нет. Тут двум участницам по 20. Ну, они почти мои равичники. Поэтому я даже не знаю. Короче, нет. Девочки классные. Когда я уже их точно прочувствовала, я поняла, что концепт вообще не похож на New Jeans. Это что-то новенькое. Ну, и мне, в принципе, он понравился. Я уже это говорила. Так. Ага. У нас карты перевернутые. Надо это быстренько убрать. Так, давайте с плаката начнем. Плакатик у нас маленький даже. Ну, не маленький, но вот такой вот он. Ну, красивенький. В принципе, даже можно повесить на стеночку. Сзади у нас лирика, магнетик. Господи, это у вас заболеваемая песня. Lucky Girls с центром. Мне очень понравилось. Я ее часто слушаю. Вот. И Super Leomy. Название альбома. Так. Как бы, чтобы карты не было видно. Здесь у нас диск. Ага. Вот так. Вот такой диск. И тут название всех песен. Ой, тут выделены надписи. Их приятно даже трогать. Прикольно. Вот такой вот диск. Здесь у нас купончик. Это у нас наклеечка с животными ихними. Ихними игрушками. Вот это очень прикольно. Так. Здесь у нас еще идет магн... О, я обожаю магнитики. Такие холодненькие. Короче, такой вот магнитик. Наклеечка. И давайте как-нибудь... А, ну тут все равно ничего не написано. Так что я не понимаю, кто там. И еще вот такая вот наклеечка. Так. И вот эта штучка... Я сейчас не поняла, что это такое. Давайте смотреть. Вот такое вот изображение. И тут у нас попалась Минджу. Ее день рождения. Так. А, это все? То есть вот такая вот... У других участниц как-то игрушки есть там, знаете. А тут вообще ничего нет. Ну, Минджу здесь очень красивая. Они еще, знаете, такого приятного материала. Они такие холодненькие тоже. Господи. Мне очень нравится. Материал прикольный. Так. И карточки. Я не знаю, что это карточка. Вижу еще. А здесь вот это вот плюшик. Давайте, кто там у нас. Это Минджу. Что-то мне очень много Минджу попадается. Она, наверное, меня очень сильно любит. Ладно. Так. И последняя. Кто у нас? О, Мока. Я очень хотела эту карту с леденцом. Я ее когда увидела, она такая милая. Не знаю, мне очень нравится эта карта. Вот такие вот у меня девочки. Короче, очень нравится мне этот альбомчик. Поднял, так сказать, настроение. И очень много классных штучек. Мне очень понравился альбом. Именно по качеству. Прям вообще топчик на самом деле. И магнитик. И вот эти штучки даже. Ну, ничего так. Мне понравилось на самом деле. И давайте распаковывать вот это вот. Я не помню, где что лежит. Поэтому давайте на глаз все распаковывать. Так. Вроде бы тут больше ничего нет. Так. Блин, я не помню, что здесь вот честно. Но одно я знаю точно, что у меня много девчонок. А, все. Это Хевон. Из Энмикс. Я хотела больше всего из девочек. Это Хевон. И я очень рада, что купила именно ее. Нашла, так сказать. Вот такая красавица. Она мне очень здесь нравится. У меня здесь и такое сердечко. И ее прекрасные ногти. Не знаю, мне очень нравится эта карта. Я взяла ее. Очень рада, что смогла ее найти. При этом все даже по очень хорошей цене. Так, ладно. Давайте дальше распаковывать. Это вроде не все письма у меня еще. Потому что у меня еще должны быть пройти письма разные. Так, вот это вот я тоже не помню, что здесь. Вот честно, если бы помнила. Я, в принципе, знаю, какие у меня должны быть карты. У меня должны быть Ванен где-то. И какая-то еще карта. Господи, как вот можно было забыть, что я заказывала. Так. А, вот она. Здесь Ванен. И здесь Ванен. Также здесь всякие разные наклеечки. Прикольные. И котики. Ванен. Она у меня из альбома Майя. Вот с этим бантиком. Давно я хотела эту карту. Наконец-таки начала их покупать. В общем-то, в один момент зашла в обсуждение обмена продажи. И просто как-то все случайно произошло. Поэтому мой Вишлист Ванен потихонечку пополняется. Можно так сказать. Уже некоторые карты я купила. Так. И последнее. Так. Вот тут я точно не помню, что у меня. Ага. А, нет. Или помню. Господи, я забыла. Извините, ребят. Я не помню, что тут у меня. Но тоже что-то с девочками, наверное. Так. Какие-то... Ой, куча подарочков. Тут куча подарочков. Просто обалдеть. Так. Там пожелания у меня получаются. А, нет. Я знаю, что у меня здесь. У меня здесь Чен Хо. Господи, я уже когда-нибудь куплю с ним карту. Вот тут давно за его картами некоторыми охочусь из нового альбома. Так. И здесь у меня Рэй. Да. Вот это вот какая-то прикольная. Всё. Я вспомнила, кто у меня здесь. Так. И тут всякие тоже наклеечки. Ой. Ой. Сколько много всего. Оно тут прикольное. Так. И Мин Хо. И Блэк Пинк. И чего-то тут только нету. Куча подарочков. Я знаю, что здесь. Короче, эта покупка была спонтанная. Потому что я хотела карты Рэй. Это моя вторая обязка в Айв. И я её купила. Вот эту вот карту. Она мне очень нравится. Не знаю. Мне, конечно, ещё понравилась карта, где у неё заколочка Hello Kitty. Но её уже купили. И я на неё не успела. Ну, хотя бы успела на вот эту карту. Вот. Не знаю. Она мне чем-то здесь очень нравится. Такая прикольная милашка. Тоже из альбома Mine. У меня уже есть Рэй. Конечно же. Она мне попалась. И вот вторая. Ой, я очень. Короче, да. Вот такое вот у меня пополнение сегодня. Мы распаковали сегодня альбомчик. Три карты. И того у меня всего пять карт. Ну, ладно. Давайте переносить в следующую распаковку. Мне сейчас пришло умедавление, что мне пришло два письма. И по итогу мне ещё раз пришлось бегать на почту. Но забрала я только одно. Потому что ещё одно письмо, оказывается, было не на моём адресе. И они, слава богу, перенаправили его на мой адрес. И, скорее всего, заберу я его только в пятницу. А ещё у меня очень много карт. Это где-то плюс восемь карт. Застряло во Львовском. Я просто ненавижу этот сортировочный центр. Это просто... У меня там карты иногда по месяцу лежали. Я, кстати, написала в этом Тиграм-канале. И я так поняла, что не у меня одной такая проблема. Там у всех просто застревают карты. Ребят, желаю вам тоже терпения с этим сортировочным центром. Это просто какой-то кошмар. Я ненавижу эти сортировочные центры. Особенно львовские. Это самый неблагоприятный центр, который только может быть. Ладно, давайте распакуем карту. По-моему, здесь у меня Эспа. Я точно вроде помню. И эту карту мне отправляли очень-очень достаточно долго. Так, давайте, наверное, начнём с подарков. Вот такой вот тут протектор. Тоже со всякими сердечками. И вот такая вот карточка Синвароу. И тут ещё вот в таком пакетике шри. Всякие наклеечки, скорее всего. Давайте откроем, посмотрим. Да, тут всякие наклеечки. Ой, вот эта вот милая. И собачка. Я знаю, что это за карта. Сразу говорю, что у меня подобная карта лежала в виш-листе. Но я взяла немножечко другую, потому что не нашла ту, которая у меня лежала. Это Винтер. Вот эта вот с костюмами зайчика. Наконец-таки хоть какую-то я смогла купить. Потому что что-то на мне не попадалось нигде. Я всё время пыталась её отследить как-то. И что-то не получилось. И взяла ту, которая более-менее смогла найти. Вот такая красавица. Мне очень нравится здесь у неё макияж. Всякие такие улыбочки. Смайлики у неё на щёчках. Это у нас вот такой вот релиз. Там шли карточки, открытки. Но я взяла вот эту. К сожалению, тут есть небольшой дефектик. Этот вот, я думаю, видите. Но мне снизили цену, потому что цена была сначала завышенная. Мне её снизили из-за дефекта. Поэтому... Ну, кстати, я бы не сказала, что она прям такая уж сильно чёткая. На камере, кстати, она смотрится намного лучше в жизни. Я бы не сказала, что фотография прям очень хорошая. Но ничего страшненького. Мне, в принципе, эта селка тоже очень нравится. Поэтому купила, какую смогла. Их там разных вариаций, по-моему. Вот, купила вот эту. Ну, мне она очень нравится. Наконец-таки начала пополнять виш-лист. Ну, хотя бы не та, которая мне нужна была. А мне нужна была вот такая вот. Вы можете посмотреть. Вот. Ну, я купила вот эту. Ну, в принципе, тут никакой роли не меняет. Это один и тот же образ, только немножечко другое селфи. Поэтому я думаю, что ничего страшненького. Так что я могу закрывать с этой карты виш-лист. Могу её удалять. Вот. И тогда давайте распаковывать уже те письма, которые, надеюсь, уже выбрались из этого львовского ада просто. Это такой какой-то ужас. Потому что ничего оттуда не выползает так быстро. У меня там карта Джессона, по-моему, целый месяц в Львовске лежала. Ну, это вообще ужас какой-то. То есть уже несколько недель они находятся в этом сортировочном центре. А у меня, я вам говорю, где-то 8-9 карт. Поэтому это очень-очень плохо. Ну что, ребята, на этом я заканчиваю свою распаковочку. Да, получилось. Она не такой большой, как я бы хотела. Потому что, как я и сказала, карты застряли у меня во Львовском. И я даже не знаю, сколько они будут идти и сколько они там будут находиться. Поэтому я решила разделить распаковку на две части. Сегодня мы с вами распаковали вот такую вот часть карт. Даже если честно, я не знала, как это всё расположить, чтобы уместилось в кадр. Прямо вот открыли два альбомчика. Карт Айлит просто куча. И всего лишь несколько писем. Всего лишь там 4 письма мы с вами открыли. Но я надеюсь, что в следующей распаковке мы с вами откроем намного больше групп. У меня там разные группы. И Stray Kids даже есть. Также там едут мои дримки, которые у меня вышли с тебя уже давно. Поэтому, да, хотелось именно в этом видео всё распаковать. Хотелось мне снять видео подлиннее, где-то на часик. Но не получилось, к сожалению, у почты свои планы. Я заметила, что у всех всё сейчас застревает во Львовском. Такой период, правда, странный. Поэтому я не буду тянуть с распаковкой этого видео. Потому что я боюсь, что они придут, эти карты, мне вообще в конце июня. А я этого не очень хочу. Вот такая вот у нас была распаковочка. Надеюсь, вам понравилось. Также напишите свои покупки, которые вы завершали. Например, карты, альбомы. Мне тоже будет очень интересно почитать. Поэтому обязательно пишите. Ну и большое спасибо, что досмотрели «Мои солнышки». И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok